Всем привет! Сегодня мы будем делать с вами упражнение пакет рейсер. Номер упражнения 3725. Для этого нужно всего лишь сам пакет рейсер, 10 минут свободного времени и хорошее настроение, чтобы точно все получилось. Если вы не уверены, что вы что-то знаете или запомнили, вы можете взять с собой также конспект и он вам с этим поможет. Мы пока открываем сам ПК файлик, то есть нажимаем на кнопочку скачать на ссылочку и скачиваем и открываем. Также мы скачиваем инструкцию к нему, вот она, нажимаем по ссылке скачать и сохраняем нужную нам папку. Если вы будете заполнять все данные здесь, то после скачивания они не сохранятся и у вас будет пустой файлик, так что так делать не нужно. И вот у нас уже инструкция открылась в программе, она называется Adobe Acrobat Reader и она должна быть у вас тоже устанавливана. Здесь вам нужно будет заполнить таблицу, которую мы заполним вместе с вами и потом ответить на вот эти вопросы. Это будет очень просто и думаю у вас все получится. Я сворачиваю пока сам PDF. Здесь в ПК файлике нам нужно заполнить User Profile. Для этого нам нужно ввести ваше имя, к примеру, мое имя Карина, ввести email, а также дополнительную информацию. Это может быть любая информация, к примеру, не знаю, любая информация, но чаще всего это просто номер группы. И нажать ОК и подтвердить. Вот у нас уже все открылось. Мы можем открыть задание как в самом Пакетрейсере и закрепить кнопочку ЭТОП. А можем открыть просто инструкцию и делать по ней в Adobe Acrobat Reader. Так как с закрепленным инструкцией в Пакетрейсере удобнее, мы будем делать с ней. Вот, открываем наше задание и смотрим. Нам нужно заполнить таблицу. Для этого в PC1 мы переходим в Desktop и далее в командную строку и вводим команду ipconfig. slash config slash all. Главное иметь писать правильно, потому что ipconfig наконец-то all и нажать кнопочку Enter. И здесь у нас будет написано наш IP-адрес устройства, iomac-адрес, link local в IPv6 и много всякой дополнительной информации для интерфейса FastInternet и Bluetooth-коннектор. Но нам пока интересен только интерфейс FastInternet. Нажмем кнопочку Enter, чтобы у нас показала всю информацию. Открываем нашу таблицу и смотрим. Возле PC1 нам нужно указать IP-адрес, маску по сети и IPv6, что мы как раз и делаем. IP-адрес у нас вот 10.10.1.10. Чтобы скопировать, нужно выделить и кнопочка Copy. Но лучше всего переписать самим, чтобы хорошо запомнить это все и усвоить информацию. Маска по сети у нас 255, 255, 254. Давайте я запишу ее вместе с вами. 255, 255, 255, 254. Окей. Теперь нам нужно шлюз по умолчанию для IPv6 и IPv4, а также IPv6-адрес. Шлюз по умолчанию, или другими словами, это флот GTV, на английском. У нас для IPv4 10.10.1.97. Копируем. Вставляем. И теперь, чтобы заполнить данные по IPv6, нужно ввести команду IPv6-config-slash-all и enter. И вот теперь у нас есть физический адрес, link-local, IPv6-адрес и default-GTV. И почему-то у нас IPv6-адрес, а это Bluetooth-коннектор, тогда все правильно. И вот физический адрес FastInternet у нас правильный. И есть вот link-local и нормальный IPv6. Вот его мы и копируем. Вот он. И также нам нужно указать префикс. Прафикс у нас 64, чаще всего. и default-GTV FE 80.01. То же самое нужно повторить с PC2. PC2. Desktop. Командная строка. IP. Конфиг. Оу. Нажать enter. Так. Смотрим. Я подниму немного в сторону. Так. IP-адрес 10.10.1.20. 10. Почему она не пишет? Бывает. 10.10.1.20. 10. Здесь маска под сети 255, 255, 255, 240. И default-GTV или шлюз 10.10.1.17. Control. Только если вы копирует в командной строке, команда control-C не работает. Нужно нажать правой кнопкой мыши. и тогда скопировать. Если вы нажмете Ctrl-C, вы просто остановите процесс, вот, и все, ничего не произойдет. Так, дальше IPv6, ой, все, не туда пишу, бывает, IPv6 config.com, вот он, и здесь мы видим link.local и IPv6 адрес. Вот IPv6 и префикс. Копию и paste. Вот. Также хочу обратить внимание, что физический адрес или по-другому MAC адрес и IPv6 иногда могут быть очень похожи, и нужно быть очень внимательным и не путать их, потому что это очень разные вещи. И шлюст по умолчанию у нас fe83. Есть. У нас таблица вся заполнена, я могу вас поздравить с этим, и мы можем двигаться дальше. Нам нужно выполнить эхозапросы на дражное устройство с помощью команды ping. Я сделаю немного вот так, чтобы вам было лучше видно. Вот. PC1 на PC2. Откроем PC1. Командная строка. Я лучше открою задание в пакетрейсере. Вот он, чтобы она не сворачивалась. Командная строка. Пишем команду ping. И смотрим. Нам нужно отправить с помощью IPv4. IPv4 адрес у нас какой? IPv4 адрес у нас 10.10. Право пока 10.10.1.20. Вот. Enter. У нас ping проходит удачно, даже с первого пакета. Нам нужно подождать, чтобы все пакеты отправлены. Как вы можете видеть, у нас отправлен первый, потом второй неудачный, и потом все удачные. Ой. Простите. У нас первый неудачный и три удачных. Три получено, один утрачено. Значит, у нас ping прошел удачно. И мы можем теперь повторить эхо-запрос с PC2 на PC1. Откроем PC2. Командная строка. Приставим самый низ. Ping. 10.10. Я уже забыла, какой там IP-адрес. 10.10.1.100. 1.100. Enter. Начинается ping. Вот. И все четыре пакета у нас пропинговались. Четыре отправлены, четыре получено. Ping удался. Дальше. С PC1 на PC2 уже с IPv6. И с PC2 на PC1 тоже. Я начну с PC2, так как он у меня уже открыт. Пишем команду ping. И далее нужно прописать IPv6 адрес. Но IPv6 адрес без вот этого дополнения. Копируем PC1. Без префикса. Ctrl-C. Paste. Enter. И как мы видим, пинки начинают идти. Отправлены четыре получено. Получилось. И с PC1 на PC2 у нас будет то же самое. Ping. Я уверена, что у нас этот запрос тоже получится. Но лучше проверить. Ping. IPv6 адрес с PC2. Вот он. Копируем. Вставляем. И убираем. Трафикс. Enter. Как мы видим, запросы тоже проходят удачно. Значит, мы таблицу заполнили правильно. И наше устройство тоже настроено правильно. И мы можем двигаться дальше. Теперь самое интересное. Трассировка маршрута. Для этого нам нужно написать команду Transorpt. И потом IP-адрес устройства. Это нужно сделать на PC1. Вот PC1. Вставляем нашу команду. Enter. Как мы видим, трассировка прошла удачно. И наш пакет двигался с первого устройства к четвертому. Трассировка выполнена удачно. И нам спрашивают, какие адреса встретились на пути. И нам нужно записать эти адреса. А также устройства, адреса которых здесь записаны. Это все нужно делать в PDF-файлике. Дальше делаем, опять же, трассировку с PC1 на PC2 с помощью IPv6. Вот так. И видим, что трассировка проходит удачно как из IPv6, так и с IPv4. Значит, у нас устройства могут работать и на IPv6, и на IPv4. То же самое вам нужно будет сделать с PC2. Отправить IPv4 запрос и IPv6 на PC1. И также ответить, какие адреса у вас встретились. И какие устройства были с этими адресами. И у нас все уже проделано. В этой табличке вам нужно будет показать заработанные баллы. Если вы сделали все правильно и повторяли за мной, то у вас здесь будет все на максимум. Мы сохраняем PQA-файлик и PDF-файлик. И отправляем уже на вашей странице в Netacad. А так, всем пока и всем удачи! Субтитры создавал DimaTorzok